команда по левую руку от меня назовите свое имя а4 москва спасибо за прием санкт-петербург кого знаю из них тот самый брат порадовал меня на отборе годный флок сожалению команда не прошла хотя многие считают что могла бы пройти вот тот самый брат меня порадовал очень интересный самобытный стиль чирик 3203 этого чувака я знаю с 16 независимого хип-хоп ру батла там он дошел довольно таки далеко последний независимый хип-хоп ру по-моему дошел раунда до 5 или до 6 на ком вылетел не помню ребята в комментах меня поправят кто такой грей горыч я к сожалению не знаю судя потому что вы спрашиваете в чатике видимо какой-то неймовый чел но я его нигде не не могу не могу вспомнить вообще онлайн ах может быть блядит он нет я все-таки не помню что они были все на 16 выше они все были на 16 а этот брат дошел до 5 ага я понял 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 да понял спасибо кто такой григорьич я не знаю вот эти два человека я видел их видимо на хип-хоп ру последний брат еще и проиграл адику 228 адику 228 и я проигрывал на 16 московский департамент а у джи и это респект раз бояре а шо бояра в здании что вроде нету бояра команда по правую руку от меня назовите свое имя так ну тут я знаю только только тилза знаю потому что я с ним баттлил логично да рома тилза я знаю я с ним баттлил один из тех батлов за которые мне немножко неловко до сих пор да очень так я это был мой дебют на битах и конечно там все ну я бы не хотел пересматривать этот баттл в общем особенно для него реакцию хотя метод донатили на него как-то вот тот баттл мне конечно немного неловко но радуют комменты когда значит на этот баттл заходят ребята и я видел там записи после того как мы прошли нарвать на битах какой-то чувак написал я с 2018 рифмобес научился читать рэп я когда зашел случайно на этот баттл меня очень повеселило это надпись рифмобес научился читать рэп да это было смешно но зато есть рост рост это заебись оторвать на битах 3 на 3 а значит будет три одиночных раунда у нас первый одиночный раунд бит ганфингер м с максимум шуму народ ломарь с днем рождение тебя забавный через москву маска я и пол похоже это казах который читает на английском а забавно подушка вот все таки да грайм вот такой он знаете жанр вот с точки зрения конечно рэпа ну тут вот ритмика да такая на в общем они прямо пропускают доли как то вот именно как они раскладывают свой текст вдоль и конечно это вот прям отличается от того как вот воспринимается рэп до фаст флоу вот именно вот какая то вот странно у них расстановка причем я не могу сказать что это убит просто короче ну вот грайм да мне всегда кажется что они как-то странно короче рифмы ставят не на тех местах на которых они вроде бы должны быть но это наверное просто потому что я слушаю рэп уже лет 15 привык немного до какой-то так скажем квадратной структуре а грайм в плане ритмики это более такая ломаная да и вот это вот ломаный стих стиля несколько у меня прямо рвет шаблон написание текста я думаю это имеет место быть я думаю что есть люди которым это заходит но мне именно ловить ритм до чтобы качаться иногда трудно я не могу прям поймать ритм его флоу он слишком ломается часто но это стилистическая особенность вот именно оригинального грайма поэтому конечно что делает этот чувак это не фаст флоу на грайм битда что часто выдают за грайм это прям вот оригинальная грайм раскладка она такой и должна быть как я понимаю что поднял сам Батбой, свежий жмот, батбой, топлю в пол, батбой Сделай пальцы пистолетом, как Батбой 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 Энергейшн как Тилз Футурист, как Р и ДО Вечно на Роуд, как мой чипс, ему паса Когда вижу пик, залегаю на дно На свежем стиле, словно фолк-про Строю империю, как Оксимирон Мудрый, как Айвана, борзой, как Жигьё Как авиаломяк, летай высоко, у Джига, Гоу, Кива Нарядём и стиль, без перерыва, как Жека, Доу, Лимит Ну, хочется отметить, во-первых, что тут нет вообще батла Да, есть много отсылок к исполнителям Упор явно он сделал на вайп и кач Но иногда из-за того, что он орёт, короче Но орёт, то он, понятное дело, почему Потому что играем, агрессивная музыка, агрессивно подаёт Иногда дикционно он не вывозит И иногда по дыхалочке тоже он маленько не вывозит Я думаю, это как бы слышно Что чувачок вкладывается во флоу Это, конечно, круто Но при этом иногда теряется в плане контроля дыхания В плане контроля за дикцией Поэтому не всегда его можно разобрать Вот, ну и абсолютно нет батла оппонента Это больше похоже на какую-то концертную заготовку В плане концерта неплохо В плане батла, ну, сомнительный выбор Батбой 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 Пацан прыгнул на майк, ведь он Батбой Навали громче кран, если ты Батбой Батбой Драгметал, что поднял сам Батбой Свежий шмот, Батбой Тапку в пол, Батбой Сделай пальцы пистолетом, как Батбой Летай со мной, ведь ты Батбой Саундбой дай, когда в здании Батбой Кто? Батбой О-Й-Ой Батбой 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 Вот куда делся сила после того, как трэпу посадили. Это забавно. Действительно, внешне похож на стакана, да? Да, сила, да. И по голосу, кстати, по-моему, тоже по тембральному окрасу. Ну, короче, это, наверное, нормально. Это прикольно. Единственное, мне показалось что-то дохуя каких-то припевов и кричалок. Я не люблю англоязычные вставки. Я об этом говорил неоднократно. И с нищетой собаки мы это обсуждали, да? Я понимаю, что это жанровая, что это стилистическая особенность. Что типа вот эти вот кокни русские и все такое. Понимаю, да? Но, тем не менее, мне это имеет право не нравиться. Имеет, мне это не нравиться. И, конечно, абсолютно нет баттла. Поэтому, при том, что вроде как бы в вайбе ты, конечно, так он. Уровень определенный есть у Эмси? Мне кажется, скорее всего, этот раунд он отдаст. Ну, потому что это похоже прям на какой-то трек с концерта. Эскибой, Грайм, Вагман, отдай сюда майк, пацан, флоу, буяка, буяка. Ну, что-то типа такого. Только Эскибой, Грайм, Вагман очень круто вайбит. А это как-то и по вайбу мне показалось. Ну, не особо там что-то было мощное. Этот трек Парагрина совместный с Кристалл Курьером называется Камбэк. Кому интересно, у меня на стене ВКонтакте есть треки, все треки с донатов. Кстати, после Нового Года мы поменяем и гифки, и донаты. Вот, поэтому пока есть, заходите ко мне на стену ВКонтакте. Там где-то в верхних постах есть все треки с донатом. Так, тихо! Пуля! Пуля! Я! 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 Я залетаю на борт, все попадали от этого, дико, бываю, с небопаду, и две работы, ровно, грамм, он не попад, чтобы наваливать на битах, чтобы левать, все выливай, твою победу тут, как мы все. Не так я пообедаю, подаю, как подаю, так и ведаю. Так-так-так-так-так, дай нам на майтай на рей, вам майн, это твой рей, бен, али, рай, да. Когда ты залетаешь, смотри, дежалишь, Питер, шаришь, видишь, жаришь, видишь, люди, мой, дэй, когда шабаш видел, впереди день, тебе укажешь, выбор, куда теперь. Ведь ты не важный рэпер, важный фейгат, биггер, ниггер, лази где-то... Ой, мне очень нравится, как он рифмует, очень хорошо, прям вот вроде, да, такое столкновение видно, что чувак любит вот этот андеграундный стиль, да, вот блок-крю, вот в похожей стилистике, и он звучит на грамм вот этот инструментал, и вот очень интересная получается какая-то коллаборация, такой, знаете, стилька на плотных рифмах, такой вот старой школы, вот этим вот андеграундом, вот эти плотные цепочки двойных на этом грамм-инструментале, очень круто звучат, несмотря на то, что вроде это бит Gunfingers, то, что делает тот самый брат, мне нравится намного больше. Возможно, дело в том, что просто мне это ближе именно по тому, что это скорее вот такой классический хип-хоп, да, под грамм-бит, но то, что делает тот самый брат, мне прям очень нравится, это реально качает, очень хорошая рифмовка, прям вайбит, вайбит. Дважды фегат, биггер, ниггер, лазер, где там выгода, выгода же пускали на ветер, покажи, там дикстай, ваш рейтинг, Бум, вылетает патрон, Бум, ты же всего лишь клон, Ману, ману, лайк, за файл, Бум, вылетает патрон, Бум, ты падаешь на пол, Бум, ты же всего лишь клон, Ману, ману, лайк, за файл. Да какой там грамм, а не миссорубы, Лиза, блюды, хайп, чем твой вес, ублюдок, вайп, моя миссорубка, прессом будь не так, что ты в миг забудешь свой хуч и байп. Ой, блядь, хорошо, хорошо, дай им только навалить на палитру, дали только, блядь, очень, очень хорошо. А че дверь, а у меня все равно никого нет, давай закрою. У меня в коленке никого не осталось. Хорошо в школе учился, да, конечно, в плане подбора рифм, очень круто, мне прям доставляет его рифмовка. Мне доставляет его рифмовка, и то, как он на нее акцентируется, прям очень хорошо. Прям вот задрочился по рифмовке, молодец. Ставишь на пол, Бум, ты же всего лишь клон, Ману, ману, лайк, за файл. Да какой там грамм, а не миссорубы, Лиза, блюды, хайп. Буду погибать и сливаю. Дея, души за нас, спасибо огромное, братан. Дешевое вино, вот мой капкан. Клейблэк, привет, как твои дела? Надеюсь, все хорошо, с наступающим Новым Годом. Если это действительно Артем, хотя это вряд ли. Спасибо, Артем, и тебя, с наступающим Новым Годом. Забудем распри, забудем распри. Вот, пригубим молдавского вина, и все будет хорошо. Так, погнали. Да, иду за углями, сейчас. Да, иду за углями, сейчас. Чего же ты сделаешь? Да, не только навалить, я дам им только на палитру, только там и только день ты пролетаешь, ведь ты не попадал бить, понимаешь? Хотя куда там, тебе не надо пытаться, лох, ты наряди мне, пацан, наш обыденный рацион. Наша выйдет вам, пацаной, больше вывод, сплошь, забытый твой самобытный флоу. Бум, вылетай патрон, бум, ты падаешь на пол, бум, ты падаешь на пол, бум, ты падаешь на пол. Ты же всего лишь клоп, man and my like the fire, boom, вылетай патрон, бум, ты падаешь на пол, бум, ты же всего лишь клоп. Постой, психопат, куда ты, суховатый мямля, мне надо звуковатый дать им, слухов обитатель, сука, отлетайте, мне не преграды. Я срываю тейком, голову, голову, вигера, will it a game, где нету повода выбирать, а ты подделки, но снова не виноват, не в основном молву, необразованный болван. Ты не соперник, мне ведь ты слабоват, ведь ты слабоват, и вся ушла дорвать, но это концердный рэп, пытался брасовать, образовать концерны. Это база, но самоцель, ведь все твои факты бетонные, вся твоя вода, кипяток, ты дитяка, да гомбы, времени терять молоток, и надо набирать оборот. Бум, вылетает патрон, бум, ты падаешь на пол, бум, ты же всего лишь клон. Man and my like the fire, boom, вылетает патрон, ты падаешь на пол, бум, ты же всего лишь клон. Man and my like the fire. Я-я-я-я-я-я, души Питер. Ну, слушайте, тут больше батла, тут круто написан текст по рифмам, особо нет панчлайнов, но мне понравилось больше. Первый раунд для меня однозначно тот самый брат забирает. Правда, стиль сам по себе, вот которым он владеет, вот эта олдовщина, да, он, видимо, его позаимствовал там у старших товарищей, да, с кем рос, немножечко устаревает, вот ему как-то бы вот адаптировать вот этот стилёк под какие-то вот тренды, если ему, конечно, интересно именно выстрелить, да, то ему как-то бы вот именно подобновить стиль, а так вообще, конечно, он круто владеет, у него интересный голос, интересный тембр, это по-любому перспективный чувак. Я-я-я, выберите победителя этого одиночного раунда в голосовании, у нас второй одиночный раунд. Вот на этот раз бит команды А4, поддержим народ! Кобил! Север, северный чёрный арбуз. Эй, эй, ромка, эй! Тут девчонки сейчас к тебе выйдут, которых ты забанил, твои единственные два фаната, братан. Я! Смотрите, как идёт на рекорде, рома, бля, тебя забатли, даже Егор крит, не пойму. Какую провокацию с тёлочками-то, да, придумали? Хотели рому Тилза тёлочками забатлить, не выйдет. Не выйдет. Ведь если вы слушали треки Бабангиды, вы в курсе вообще, что рэперов и какие у них взгляды на тёлочек. Но это ладно, да. Но тёлочками рэпера не взять. Тёлочками рэпера не взять, так ещё Бабангиды читают. Поэтому всем всё нормально. Поэтому тактика ошибка, ошибочная тактика. Тёл и бомба, да. Единственные два фаната, братан. Я! Смотрите, как идёт на рекорде, рома, бля, тебя забатли, даже Егор крит. Вот на самом деле, шо он их прогнал? Вот если против меня вывели бы девчонок, я бы начал бы с ними танцевать. Хотя, возможно, тут бы меня и бодибэгнули на этом. Бодибэгнули. Но лично я, если бы мне подвели и сказали, вот твои единственные фанатки, две бабы бы вышло, да. Я был бы не обломался. Я был бы не против. Ну хорошо же, если женщины есть, это же хорошо. Всё-таки в рэп-тусок мне так же ещё не хватает. Я буду погибать и сливаю деньги, да. Мы в субботу не по домам. Дешёвое вино, вот мой капкан. Рип Агей, эй, шучу, ты крутой чувак. Спасибо большое за данное. Не пойму, какого хуя меня он злит. Но тил читаю имя наоборот. И он злит. Я, 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 испытывал за него стыд. Хорошая, сука, находка. Она простая. Тилс, наоборот, слит. Прикольно. Почему я не додумался до этого, когда готовился к батлу с Тилсом? Не знаю. Вроде на поверхности, да. Из тех панчлайнов, которые, когда слышишь, думаешь, блядь, хули я до этого не допёр. Вроде просто, но нормально подошёл к этому. Я, например, когда готовился к Тилсу, не обратил внимания на это. Даже Егор говорит, не пойму, какого хуя меня он злит. Но Тилс читаю имя наоборот. И он злит. Я, 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 испытывал за него стыд. Но Тилс читаю имя наоборот. И он злит. Не напишет про тебя Ксимирон твит. Разве что? Тилс читаю имя наоборот. И он злит. Мне одному кажется, что он похож на Гигу. Тембрально и по манере своего флоу мне он почему-то напоминает Геррика Гориллу, да. Действительно похоже. Геррика Горилла что-то похожее показывает на битах. Вам тоже напомнило? Похож на Гориллу, как по мне. Ну, НП Герри Горилла. Я его так называю. Это старое просто. Надо меньше пить. Послушайте трек. Самый хитовый у Гиги, по-моему. Вот Гига, да. Раньше НП Герри Горилла. Да, они похожи даже тем, как они текст строят. Бинго, ты попал на маньяка. Бинго, я заела два стинка, у тебя с нас она картинка. Скажи мне, чем же ты будешь стрелять, если я поломаю свой кардинка. Я знаю всех ребят, они больно болят, только пули не летят. Но они не понимают, это их дорога падка. Когда на бит залетаю, они пишут, где ребята, я вынесу тебя. Говорит ты, братик, о тебе говорит, заболите больный. Как больший веналик, неоригинален, ты болил бы на них. Я не съебален. Я надеюсь остаться, ведь ты не уникален. Раз твои пули в пальца, мои пули в макаре. И вот так трясет, будто он перенюхал в падике. Он тут, видимо, зайцем, что легенда он брали. Мину глазути в здании, жизнь за нами мы занять. Ведь играем самих в себя, и не надо нам других холить. Только нежми на газ, на тормоз, он не догонит, как в ралли. Че-то тут забывали, убирайся, как вали. Не стоит он сваря их слов, я б на месте пацанов взлился об стену, пился в лицо. Чтобы лучше всем застрелиться, пустите пулю в весон. На замену Teal, Сузгодицы, и дислился колесо, это весон. Эй, смотри, делаю то, чтобы не смогли. Принимают копы, ищут грайм в кармане, я им отвечаю. Сори, that's not me. Я, эй, смотри, на то, как... Но that's no me, это делал уже этот шум, да? That's no me, это отсылка к треку скепты. Скепты один из самых популярных граймеров, да? И у него есть трек that's no me. По-моему, я прав. Поэтому это отсылка к грайм-жанру. Это твоя горькая конфета, ты же волчий, я тебя перечитал на метр. Вот так, у тебя проблем к папа, полетают мозги на стенку. Я тебя на 5-е расцепал конкретно, ведь ты майк, я не буду 50 оттенков. Дорога, да? Но 50 оттенков. Не понял панчлайны. Это твоя горькая конфета, ты же волчий, я тебя перечитал на метр. Вот так, у тебя проблем к папа. летают маски на стенку и кто-то там будто 50 оттенков я не услышал 50 оттенков серого как я понимаю отсюда ну по флоу по флоу неплохо и плохо нормально вменяемо такого особого нет как бы да у него рифмы до картинка фламинго gunfingers повторяет ударную а и и да ну такие рифмы нормальный нормальный для одного слова в 22 гласных нормально моя команда да и твои дела не шоколад рома а все разы вырубай талант показа твоей спиной ну на мой взгляд раунд против тел за чувачок не дожал про все-таки tills самая такая наверное да известная фигура из gunfinger да просят не остальные мси там много к чему есть зацепиться много про что есть запанчить многое что обыграть с моей точки зрения текстовый раунд не дожат плане именно панчлайна против за все-таки можно написать многое да много к чему зацепиться тут кроме tills слит я не нашел каких-то интересных текстовых находок мне кажется этот раунд tills возьмет таким все-таки рома тилза не вынести на мой взгляд вроде как неплохо конечно если бы это был раунд против там остальных тип очков я бы сказал ну нормально все-таки к тилзу можно было вцепиться в личность рома тилза как-то посильнее под ребра если хотите в точки зрения текстовый раунд не дожат посмотрим чем ответить это все конечно пизда то ну даже с твоей стороны мои фанаты и если твои фанаты с моей стороны то они точно ёпта не пацаны бля 2 одиночный раунд менялись флипами бит а4 отвечает ганфингер эмсис поехали и Здесь Ганфингеры, бой, бой, нового уровень энергии, бой, бой, по тебе смотри, бой, бой. Ганфингер, доны на Витек, так дома вы хотели рвать на битах, вот наши своры поднимают. Айбот из города, эра Альтрона, плаш и майка из ракетный, саблдам вайп. Среди этих блоков тыкнула клаш, врага на фарш, тебя коронит, наконец-то тика на районе, на готове коллаж. Ганфингеры против, и если две отбивные земцы, в турнирные отборы вы не взяли с собой, они не позаботились о весском кресле. Тебе дали шанс быть известным, ты накурился с пайсукой, если мои драки выдели на зле в волн, небо за музло захотелось осадка супа. Манский напрасно накинул на бит 16 с лицом опасным, голосом будто ему 12, но с сигами пришел на кассу А1, вряд ли быть на канале А2, не собрать в этом зале А3. Аузи против Феррари, где А4, А5 отгибали, ты перебирал жесткий на закатке, с видом будто сидел, ты встречаешь отбор, там этот додик скачет в женском парике. Я, конечно, не Антону Сепов, далеко не эксперт в этом плане, но по-моему, там можно искать из женских вещах, зовут петухами. Сдел, палюна и куча стейки, из него приготовлю стейки, лечит за жизнь, но где смысл, может свинничать, чем ты? Фрэш лизер, мы в плейлист, без список погибших, не верю словам таких, как они. Середил карабин, бау, трипл килл. Кто здесь дел шоу горячок, кто здесь дел шоу горячок, ай! Ну и он по бою всех секс, и дупло по голову меня хумно, такое глазик-жоу Выдcost, дублик chil По бою всех секс и дупло по голову меня хумно, такое глазик-жоу в общем опять небольшой спойлер сегодня в конфе рвать на битах Дэн Чейни поднял вопрос о том что будет как-то ограничивать длину хуков будет как-то что как-то стоит все-таки регламентировать наличие хуков потому что вот это бесконечное повторение хука с точки зрения Дениса если хук не качает то это смотрится недостаточно зрелищно я думаю с чего это Дэн решил обсуждать вообще вопрос хуков вроде уже прошла такая турнирка вот он решил какие-то топ моменты вводить по поводу хуков припевов я не понимал почему он поднял этот вопрос кажется после этого батла я понял да все-таки вот это вот любовь к хукам к повторению вот этих вот особо не ну как бы как сказать цикличное повторение вот этих фраз вот этих кричалок но оно действительно не всегда заходит иногда это как-то вот как тут например у Ганфингер это безусловно качает толпе да но именно в плане батл рэпа пожалуй это действительно не совсем целесообразно превращать одиночные раунды в которых там до 70 процентов это хук вот кстати раунд Тилза намного короче чем раунд оппонента вот ну что тут нет что-то особенного в этом раунде в принципе ничья Тилз мог на легкую как по мне забрать этот раунд но у него мало текста много хуков и с моей точки зрения это не совсем правильно учитывая что все-таки рвать на битах позиционирует себя как батл рэп вот и почему в рвать на битах все начали обсуждать целесообразность хуков я тоже после этого батла понял согласен наверное да я лично просто я например не особо люблю хуки и когда выйдет наш батл против ясна в моем первом раунде там по факту хука то и нет там есть как бы такой повторяющиеся фразы типа под бридж но я просто лично не особо люблю хуки я считаю лучше все-таки больше текста больше панчлайнов больше каких-то текстовых находок вместе вот и как я понял Дэн тоже считает что бесконечные хуки это не есть хорошо тут как бы я с ним согласен тараторку я его особо не разобрал ну вроде там он вывозил но да немного смазано опять-таки персоналы были по поводу детское кресло вроде неплохо но так для меня раунд в принципе по равным у Григорьевича как бы больше наверное моментов но у него и раунд длиннее раза в два а если учитывать хуки что у Тилза половина его парта это хуки то наверное как бы ни разу в три он больше текста зачитал а вот поэтому для меня пока впереди все равно А4 смотрим дальше что такое хук это припев то есть вот эти ну не всегда припев но вот эти вот повторяющиеся четыре строки как алоха лохом после баттла ты станешь прахом вот это хук в нашем командном раунде против Молдовы хук считай равносильно припев они немного отличаются но глобально это одно и то же для простоты понимания мне надо голосовать да первый раунд тот самый брат однозначно второй раунд хуля второй раунд сука сложно ну пусть будет Грегори второй раунд Тилз я проголосовал за Грегорича но для меня это ничья для меня это ничья у Грегорича было сказано больше как бы в плане воды конечно там тоже было многовато но плюс-минус хуй знает в общем Тилз я считаю мог в легкую забрать этот раунд как по мне это все-таки ничейный раунд по моим ощущениям смотрим дальше ребят это был второй одиночный раунд от двоих команд как оцените третий одиночный раунд на этот раз наш диджей Бердас написал свой биток для вас так что третий одиночный раунд бит Бердаса начинают А4 поддержим народ бит Бердаса 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 Прикольно бэки звучат того самого брата Вот эти распевные, какой-то рага стайл Мне нравится, как на бэках тут тот самый брат отрабатывает Он как бы добавляет прям существенно вайба парту Чирика Зарифмован, вот вроде хук неплохо здесь Это опасно, на-на-на-на-празно На вас это маска, на потаска, на вас это кжас, берегайся Покажи на деле, кто есть грань, кто есть групп, кто есть вайп Кто есть твой хайп, уже мой, ведь я делаю на шок Ты че такой слой? Нет, это мой флот Я точил его несколько лет, чтобы сказать тебе пару слов Преподать урок, показать пример, дать совет Ты че такой слой? Я тот бренегер, гуми, ты с пробегом Накануне ты не на коне, не гони, гони никому Ты же маленький Голову ломала, никого не волновала Перебегали до перевала, тебе мало? Прошлый раз мы просто переволновались Переговори, меня или мы вас перевали Голову ломала, никого не волновала Перебегали до перевала, тебе мало? Прошлый раз мы просто переволновались Переговори, меня или мы вас перевали Вас принимали, вас как? Временами нас в криминале, ты паснул Но похоже, по ритмике на того самого брата Слышно, что чуваки двигаются вместе Опять-таки упор на рифмы На цепочки рифм, на звучание, да Принимали, вас принимали, красные Западали, гонбар Такие пиздец везде Выйти на пизде, пизде, лоисти, истри, лоисти Кто может нас удивить, но пока этого так и не сделан Кликла хэт-трик, кому это выгодно? Нам, нам, ты же фаворита, поговори Да походу мы на панихите, папа, папа, палитарите Парадик, мимо, номер один, и тут море бандитов И вот он один, но он горе кондитера И коли говорит, тебе не надо, берегите Именно так, а ты пали на даты Ради бати бэга, ради, ради бога Одинаково, около бога, хоть и поле не пахнет Но тебе богу Именно так, а ты пали на даты Ради бати бэга, ради, ради бога Одинаково, около бога, ни поле не пахнет Но тебе богу Кликла хэт-трик, ну да Кому это выгодно? Нам, нам, ты же говори, ты поговори Да походу мы на панихите Но я понял, почему про хуки Дэн решил заговорить В конферовать на битах Да, действительно, они тут повторяют что-то Дохуя у них повторяющихся кусков Мало сути, мало панчлайнов, мало содержания Постоянно повторяют, бля Если они братья, вот, вдвоем То понятно, почему у них похожий стиль Именно подход, тактика на одиночный раунд У них действительно одинаковый Тоже коротковатый раунд Очень мало содержания, очень мало панчлайнов Чувак показал, что может рифмовать В хуке они проебались несколько раз на бэках Ну, средний раунд Все-таки содержание, содержание, оно нужно Оно нужно На одних хуках, ну все-таки это батл рэп, ребят Конечно, я понимаю, что все-таки концерт И все такое Тоже немаловажно Шоу, чтобы это качало в зале заходило Но слишком уж много повторяющихся кусков Которые по содержанию, ну, ничего не привносят Посмотрим, чем ответит Ганфин Об этом договариваются Эмси То есть Эмси, но мы и с молдаванами, и с ясно обсуждали Этот вопрос в конфе То есть это решают сами команды Кто против кого читает раунды Сферу, которая здесь происходит Не хватит слов, чтобы описать Градус, напряжение А у нас последний одиночный раунд На бит Бердаса отвечают Ганфингер Эмсис Все руки вверх и максимум шула Казах читающий на английском На русской площадке Это, конечно, по-моему, возможно, не казах Но очень похож на казаха Ох, уж эта фишка с переводом Ну, как минимум спорно Как минимум спорно Вот этот перевод, да, еще пометка Перевод сделан автором текста Поясняем свои панчлайны, да Как мы с Дэном обсуждали на стриме Поясняем свои панчлайны, как или мейт Такое себе решение, конечно, спорное Как я понимаю, весь парт будет на английском Ну, давайте послушаем Оригинал Грайм Щит Хотя, конечно, ну, все-таки русская площадка Основной язык должен быть русским На мой взгляд Ну, можно, если тебе позволить Какие-то англоязычные вставки Но весь раунд на английском Ну, с другой стороны, это мейн-эвент Как бы, можно, наверное Наверное, учитывая, что это мейн-эвент В турнирном батле я бы такой выбор Сто процентов не понял Тут, ну, ладно, бог с ними Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дуна туда для полной картины Но у Дуна, как я помню, да, что-то он протил, зачитал И у них с Тилзом конфликт Поэтому Дуна мы вряд ли увидим Да, но Эскибой Грайм Багман Нормально бы разбавило, да Ну, для меня однозначно, несмотря на то, что Траунды Чирика я не в восторге Но вот я отдам сюда, потому что, ну, английские парты на английском языке полностью, я все-таки считаю, неуместными на площадке, на русскоязычной площадке На мой взгляд, можете обвинить меня в консерватизме На мой взгляд, из трех одиночных раундов лучший парт у того самого брата Тот самый брат сделал в одиночном лучше остальных На сугубо мой взгляд Пока, по моим оценкам, 3-0 ведет команда А4 Вот, командные раунды нас ждут Посмотрим, что там будет Погнали Победителя этого одиночного раунда в голосовании Мы переходим к раскрытию темы Командный раунд Выживает сильнейший Начинают А4 Поехали! Крейс Дуна, да Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих Не слышу биток, потише по-братски в начале Бит хороший, мне нравится этот бит Чилик на нем звучит хорошо Не поняли, почему за вас не шумит Эй, Батман! Вам надо многому научиться Вот я, я у пицца бита, будто и шумится Ты парь-два, битвой первый не получился Но пока еще меня выгорали, не покарали Фламп пока ракетам нагорел Че ты видел? О чем со мной собрался, бастарик Ты еще не видела 4 полных застав Не знаешь, как так? Пускай свитер на бит Уставит, но тебе не туда Тут обида не потерпит Малифу, подели на миг, но тут надели Одна болтовня, кто подал по огня Борщи, овощи, полный ряд Хороший флоу, хороший флоу Хороший флоу Не попадалось на пути подалека, как один И вы трое, не исключение Мы положили на законы Делаем то, что мы захотим Остальное не имеет значения Не слушай цемазайка Все это бросай По тройке, по расстай Тройке, мазай Вы работаете с перебоями, как вай-вай Я не слышу музыки, слышу собачьи Лайв-май Давно пара понять Не твой это прайм-тай Заканчив фигар Арай, давай, вырубай, грань Как видите, вам надо выйти, порвите Вы эти нити, вам типа не удивить Да вы прямо как Артрайд Я разрываю зубами Твой флаг английский Это очень хорошо Прям чувствуется в этой строчке Какой-то патриотизм Сильная строка Мне нравится Нет панчлайна Но я разрываю зубами Твой флаг английский Прям такая Агрессивная, напористая Баттловая строчка Прям у меня всегда вызывает Такое уважение Мне очень нравится эта строка Парадокс Но чувак, которому 17 лет Делает лучше остальных Прям круто Тот самый брат Однозначно двигайся, красавица Однозначно не забивай на рэп У тебя большое будущее Я разрываю зубами Флаг английский Хорошая строка Я разрываю зубами Твой флаг английский Называю собак Свои тизи, тизи, тизи Тизи, тизи, тизер Баттла, баттла Будет изю Тик, тик Мой флаг Это пулемёт А ты полумёртвый Я забираю всё Потом Забиваю плотно Тебе в лоб Свой проток Мой посыл простой Нет панчлайна, я имел в виду, что нет какой-то классической, да, там, вордплей, неймдропинг, какая-то референция Нет ничего такого, вот именно как панчлайн по структуре Это просто яркая, сильная метафора, яркая, сильная строчка Но это именно технически, это не панчлайн, тут нет вот какой-то стандартного, да, приёма построения панчлайна Но это сильная ударная строчка, хорошо Покажи бэгранд, у тебя нет прав, у меня преграды Покажи бэгранд, у тебя нет прав, у меня преграды Покажи бэгранд, ай, покажи бэгранд Я, это бачки, камон Слушайте, как ты такого не видал, ещё только нелико волокон Ой, бит поменялся, хорошо Да, да, хорошо Хорошо Даже тему раскрыли, красавцы, выживает сильнейший Раскрыли тему, я думал, тут не будет раскрытие темы Красавцы, красавцы Очень удачная фишка со сменой бита Сделаю спойлер, на своём командном раунде у нас тоже есть смена бита У нас идёт такая классическая такая грайм-обработка Мы думали, чем разбавлять И специально Кирьянова попросили сделать наш заключительный куплет, третий У нас идёт перебитовка на трэповую ритмику, да То есть у нас темп бита держится в районе 140 Потом у нас идёт после припева такая небольшая яма И бит тоже меняется, но у нас как бы он меняется не в сторону энергичности А в сторону вальяжности У нас такой стейдж-дайв и начинается трэповый кусок бита И на трэповый кусок там очень удачно раскладывает Ну, как мне, по крайней мере, как мы готовились Да, мне очень нравилась раскладка льва Лев вот на этот трэповый наш кусок бита Залетает с такой трэповой южной раскладкой И потом начинается моя тараторка Вот, фишка со сменой бита очень крутая Здесь зашла, надеюсь, у нас тоже зайдёт Очень круто парни придумали, красавцы Посмотрим, чем ответят ганфингеры Смена бита здесь использована на 100%, выглядит очень уместно Спокойное начало, потом бит резко разгоняется И они дают энергетике Очень грамотное решение, и тему раскрыли, молодцы Хороший раунд от А4, тот самый брат по флоу Есть сбивки, есть хуёвые Вот бэк-бэк-бэк МС иногда хуёво его страхуют Но сама задумка мне очень нравится, хорошо 4, А4, А4 Я вам ничего такого не сказал Вы же не знаете, как там что будет Это 3 на 3 территория пиздеца А мы продолжаем Последний раунд Командный раунд Раскрытие темы выживает сильнейший Сейчас все забрались Нет, свой батл не смотрел Стилзен Ганфингер Эмсис, поехали Ганфингер Эмсис, поехали Поднимая стакан, да, это все-таки Кто знает, да, что Сила, когда участвовал на батлахип-хопру Году 2003-м у Силы была первая кличка Стакан, да Первый его никнейм, и Дуня там еще читал Я вынес у тебя так же, как я вынес стакана, да Учитывая, что этот чел действительно похож на Силу По своим габаритам, по своему тембру, да Отсылка на стакан выглядит крайне забавно Хотя вряд ли он отсылался Но это звучит прикольно Это прям Олдовая такая тема, да Все это создает тебе реальный кач Да, ну вайбит, вайбит хороший О, и тоже по теме красавцы Пацаны кидают аркаба, отдастся в океанках Все снутовую банку, йоу Мы вольшная капка, по двой бастлайна, тики танцет Ваши эмси как один под каньку Нажмите, поднимают вверх пистолетом байсы Йоу, база пистолетом вверх, за мой кэк Конфигеры в небо летит, бай на лайк Батбой дает всем создать, кто, 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 кто Есть лордов за мать Батбой скайпинг на деньги, игра Мы срываем весь банк Батбой байтем, кто против нас Конфигерс, we got back We got back Мы рэппинг на грайне Синь, what you know about fight Синь, дуно кроссе на грайне Синь, got bare thoggers behind Ме, these bitches think that they bite Китс, блоппинг, рэппинг, what I mean Пак, this watch, cause we got the guns Йоу, кэпфа, дэппин, ой Тинь, what you think, look smiley What you know besides why Ли, м-сх, that's fine, ме Эмма бонет, that's fine, ме I won't grind every day, fight every day Сейс-хоу, сейс-х, I grind every day Ask me now, I'm serious Ог, стеллин, we don't play Кофигэс, we rocked back Ме фигеа, gee-крack Фри-ки Nyus, мы skill- 194 Сбул –на чига, да го чха Бул –на чига, да го чха Бул –на чига, да го чха Кофигэс, мыс 것처럼 Кофигэс, мы celebration Кофигэс, гро –на rap Кофиггерсцы, вверх бра С тобой братима, яс's Но с тех, кто поднимет Рейв жанр, Cr Holding В Top Stone Кофигэс, реберс, с тобой Проднимает их Верь зал, с тех, кто поднимет Рейв жанр, Cr foul tax in Doc это был пиздец ну слушайте агрессивная хорошая читка bass line что они имеют ввиду когда они говорят bass line это стиль вот этой музыки называется bass line или что значит bass line линия баса да дословно это именно музыкальный жанр в котором они это зачитали так называется или что они имеют ввиду когда они говорят bass line не говорит ни слова грамме но ему придется судить граймеров и не только эти кинста дайте ему шума на мой взгляд тот самый брат проигрывает в этом раунде джи масти только в напоре вот то есть ему немножко не хватает уверенности в остальном он очень ломано читает у него очень интересный стиль он очень круто рифмует и мне он понравился больше чем джи маста банн поэтому я даю голос тому самому брату второй раунд мне показался самым лучшим из одиночных в этом батле с обоих сторон у грегорича мне запомнился punchline про то что он читает тилз наоборот и он слит это круто я такого раньше никогда не видел это же очевидно почему но голос я отдам роми тилзу потому что мне показалось что рома тилз в этом раунде зачитал пизжи чем все остальные на тусовке он был реально самый вайбовый раскладки у меня самый вайбовый самая трогоз рометился третий раунд в нем выступали чирик и эмси бомба клак ну вот этот второй я просто тоже не запомнил как его зовут он по-английски читает отдаю забывать никнеймы это классика классика эдико кингст если он будет с кем-то еще батлет я думаю ему это припомнит припомнят да это классик я надеюсь мой никнейм эдик кингстоп при запомнил ну или хотя придумал мне конец прозвище которое меня улыбнет голос эмси бомба клак мне кажется что он намного вайбовый круче зачитал и я вообще вживую подумал что он реально из англии приехал поэтому голос ганфингер четвертом раунде я отдам победу группе а4 а4 чувствуется более слаженная командная работа что очень важно в командном раунде видно что эти куплеты они написали специально для батла и очень качественно отрепетировали они бэкают друг друга в нужном комп мы покупали для работы на студии когда мы но не покупали точнее его привез в анон он вот сейчас мы этот коп отдадим его на нону купимся после нового года какой-то новый компьютер там кто-то мне скидку предлагал возможно обсмотрим но я смотрю в сторону вторичного рынка я думаю на авито мы возьмем все за исключением видеокарты потому что видеокарту там хитрые майнеры как-то говорят греют или что-то с видеокартами делают в общем видеокарты на вторичном рынке брать не рекомендуют поэтому я думаю мы возьмем мощный комп с хорошей оперативкой думаю ddr4 с хорошим процем я смотрю в сторону а и 7 хотя наверное и опять нас устроит возможно какие-то аналоги да там от asus или что-то еще вот с материнкой хороший звуковая карта у нас профессиональная выносная раме baby face про по моему рвать на битах тоже они работают с рме очень хорошая фирма поэтому я думаю мы купим отдельно видеокарту наверное джи форс 1050 ти думаю что то это будет джи форсовская вот ну и я на авито думаю взять все кроме видеокарты видеокарту взять в каком-то магазине вот такое у меня мнение на комп если я в чем-то не прав можете в чатике меня поправить кто шарит за компы смотрим продолжаем и моменты они всегда там ну короче у них очень все продумано очень сложно в отличие от ганфингера который парни пишут не благодарен за новый комп да парни существенная сумма то есть комп я планирую вторичный брать в районе 30 до 30 тысяч может быть 40 вместе с видюхой 70 процентов этих денег это конечно деньги с донатом за что вам огромное спасибо вот надеюсь что на этом компе мы сможем монтировать бат монтировать реакции еще быстрее вот и собственно возможно какой-то игровой контент появится ну видно сразу что они взяли какие-то свои старые куплеты которые они стопудово читают на своих тусовках просто сделали солянку из них и зачитали кипа сборкам я посмотрю обязательно поэтому определенно что в этом раунде побеждает а4 у меня получилась такая вот ничья два голоса за ганфингер и два голоса за 4 я подумал что справедливее судить в этом случае по командному раунду а так как я командный раунд отдал только райзен райзен я не слышал честно говоря я думал а и 5 и 7 это лидеры на рынке я прям думал что intel core это лучшая фирма на рынке но вот парни говорят что критикуют а и 5 и 7 говорят что райзен проразе честно скажу я не слышал обязательно ознакомлюсь посмотрю какие-то видео мануалы по сборочкам я вообще думал что типа intel core это как iphone и даже то это типа признанный бренд но geforce вроде одобряют значит все-таки видюху стоит брать geforce а насчет этого посмотрим а4 то в этом батле на мой взгляд 51 49 выигрывает а4 второй судья антон лакос человек который не знает ничего о победах на урбане но он знает охуенные батлы и как их судить поэтому дайте ему шуму а первом начинала гриша бадман из команды ганфингер гриша конечно отличный мс у него очень мощная подача но я считаю достаточно водяниста по тексту почти не было панчи плюс он не работал ни в камеру не в соперника в основном работал в зал понятно что человек привык на концертах выступать да но как бы мы снимаем видео и здесь совершенно любое ведро то ведро которое стоит у меня дома например не тянет так что плохо смотрится даже когда за спиной как судья стоишь плюс нет панчи по сопернику отвечал тот самый брат тоже не могу сказать что отвечал он как-то лучше были у него сбивки да какие-то моменты такие но не очень кайфовый честно говоря и по тексту не сказать что было сильно но в целом текстовый запас словарный запас вокабуляр у него поинтереснее построение предложения бэк или ему хорошо товарищи по команде в нужных местах поэтому наверное с там с минимальным перевесом здесь первом раунде победил на мой взгляд тот самый брат втором раунд начинал григорьевич из команды а4 я считаю что это самый сильный мс в их команде он делает очень хорошую мощную подачу к тому же мелодичную и берет какую-то гласную в этом раунде перегласную и я не помню слова ведет ее практически через весь раунд на одну рифму это очень хорошо слышится плюс были действительно интересные панчи про соперника замечаю смотря реакции что вот с моей точки зрения лакос дает самую грамотную аналитику смог когда я смотрю аналитику от лакоса даже если я с ним по ряду моментов не согласен его аргументация у как бы она внушает доверие лакос разбирается в этом до обращает ну как бы внимание на то как эмси строит свой флоу понимать что ноги флоу растут из текста вот на судейские решения лакоса мне всегда приятно смотреть даже если в каких-то моментах с не согласен вот поэтому лакос плане именно своего достоин ли он судейства для меня лакос судейства достоин однозначно соперника про рому тился много батлов судил не помню кто-то додумался до такого простого что тился то слит наоборот до плюс на и команда же хороший панч отвечал рома тился у него мне мало что запомнил скроме флипа про девчонок мощная громовая подача работал в камеру больше чем гриша бадман например но опять же почти нет панчей по сопернику может какие-то были но не настолько чтобы они там впечатлили меня там за публику за остальных не буду говорить поэтому здесь я считаю уверенно победила втором раунде представитель команды а4 третий раунд начинала чирик не могу сказать что мне трамп понравился да неплохо там ради бека ради бога вот эта мелодичная игра но в основном больше ничего особого не было по он там что-то было негр с пробегом там единственный какой-то панчлайн и очень короткий лаконичный раунд но практически не запомнился в свою очередь джеллс представитель команды ганфингер здесь мне очень понравился несмотря на однообразный довольно таки рисунок хорошо поддевал соперника направлялся к нему смотрел на него были панчи про а4 а3 а2 там что-то такое вы дерьмо а мы крю был панчлайн ты делаешь грамм но никто об этом не знает юду грамм в 1-1 то есть он как бы даже здесь по панчам хотя читал на другом языке мне кажется вывез в этом раунде отдаю победу представители команды ганфингер и наконец командный раунд в этом раунде я тоже отдам победу ганфингера начинала команда 4 ничего особенного не было григорьевич дел красиво продолжал делать прикольные рифмы там мазда и лага и в хак вот на одногласных вести несколько раз за раунд ганфингер были мне кажется слабее по тексту но они смотрелись единым целым они реально смотрелись как команда у них есть свой стиль и свое лицо видно что они сработаны слажены то здесь именно больше за командную работу можно наверное дать победу ганфингер по итогу у меня внезапно для самого себя получилась странная субъективная ничья 22 поэтому буду судить по общему впечатлению а на мой взгляд с минимальным перевесом по в побеждает команда 4 объясню почему battle делается для русскоязычной аудитории я думаю что человеку зрителю по крайней мере мне хочется понимать текст полностью я понимаю конечно по-английски но все равно наверно где-то не до конца плюс в принципе раунды не считая раунда джуэлса у ганфингера были достаточно пустоваты у бадмана и тился несмотря на мощную подачу а у ребят из а4 не все может быть справлялись но были панчи был хороший текст все было на русском все было понятно достаточно интересно мне кажется написано поэтому с минимальным перевесом отдаю победу в батле команде а4 третий судья сергей бахвалов сап бокс рекорд человек это сергей бахвалов со своей коронной улыбкой улыбкой уже не ухмылкой вдохновляет нас на что-то интересное а это ваш любимый судья снова все таких синие встречи сергей читал комментарии сергей любимый судья ну молодец сама ирония есть значит сама ирония в батл рэпе в плане судейства и в плане исполнителей сама ирония незаменимая вещь поэтому тут сергей молодец ваш любимый судья да красавчик gun fingers начали очень круто я не видел их в ранее выступление знал только про их тусы мощнейшая энергетика поддержка команды работы толпа просто взмыла gun finger вверх но этот раунд был репрезентовым в отличие от оппоненток из команды а4 который поработал над рифмой формы и панчами и прям разобрал это был настоящий батл раунд поэтому мой голос отходит команде а4 второй раунд я пересматривал несколько раз уж не было сложно сделать этот выбор оба оппонента крутые техничные тилс и сделал крутой fast flow не у многих можно разобрать смысл текста фасе вот у рома можно григорьевич выбрал более выигрышную схему выступления также поиграл конечно со словами с рифмами видно что он нервничал поскольку это по-моему было его первым выступлением то есть небольшим вообще перевес голос за этот раунд даю команде а4 третий раунд оказался для нас всех сюрпризом у а4 это был более поверхностный раунд у команды gunfingers у джулса было выступление на английском языке это было сделано очень трушно скиллзово с пониманием английской школы движа я думаю что здесь без обсуждений голос уходит команде gunfingers 4 раунд это было раскрытие темы выживает сильнейший где gunfingers если бы оценивалась по энергетике по подаче получили бы мой голос но содержание battle это все-таки формат да у нас немножко был слабже а4 сделали этот раунд командно более интересный по форме с ритмическими переходами скорость по итогу получается нормально в пользу а4 4 голос это голос за слушайте парни я могу вас поздравить сергей пересматривал несколько раз раунды голоса звучат аргументированно голоса звучат осмысленно я поздравляю я считаю это победа комментаторов на ютубе победа нас с вами сергей вахвалов абсолютно рационально можно сказать образцово отсудил раунд поэтому можно поднять бокал за победу и тут респект конечно сергею бахвалову что он все-таки смог признать какие-то свои недочеты поработать над своим судейством подойти к этому всему как-то с головой не оскорбился не ушел в какую-то обидку ебаную да на обиженных как мы помним дима шум говорил что делать с обиженными респект сергею бахвалову за то что умеет принимать критику понимать критику и находит в ней конструктив работает над собой однозначно сергей бахвалов молодец молодцы комментаторы которые пусть не всегда в лесной форме но смогли донести это поэтому это заслуга battle комьюнити вот это действительно то судейство которое мы заслуживаем сергей молодец действительно туда же вырофлить не на чем если бы я был возможно я бы нашел до чего доебаться в угоду публики до типа сергей бахвалов это всегда какие-то забавные решения но угоду публики не собираюсь как бы доебываться и если судейская критика звучит убедительно хорошо то как бы я это констатирую и тут я констатирую факт сергей бахвалов абсолютно грамотно и без нареканий отсудил этот травм с победой парни battle rap жив все отлично продолжаем называй имя команды зал говорит свое мнение о шумомер показывает а сергей бахвалов действительно прогрессирует и это приятно осознавать то победил и так а4 115 одна десятая децибел обновляем и так gun fingers mcs долга-долга держит я так полагаю что голос толпы уходит на 400 а пятый голос это ваш голос выберите победителем голосование участвуйте в конкурсе марафон р.н.б. цените этот пиздец за моей спиной приходите на лайвы подписывайтесь на канал с вами был течень и мы продолжаем рвать на битах всем спасибо никого не агитирую голосовать в этом батле за ту или иную сторону голосуйте сердцем голосуйте как вы чувствуете как вы видите для меня в этом батле победила а4 как я уже проголосовал вот собственно и все